Расскажите о работе с выдающимся актёром Олегом Борисовым. Как вам сын работал? Ну, вы знаете, в двух словах не рассказываешь об этом человеке, об этом актёре. Я работал с многими замечательными актёрами, звёздами нашего театра и кино. Гений был один. Это Олег Иванович Борисов. И то, что он ушёл в 62 года из жизни, человек, который очень сильно болел, и об этом никто не знал, тщательно это, то есть не то, что скрывало, болел не по-актерски, а по-мужски, я бы сказал. Потому что любой чих, любого актёра в группе, это событие, и группа это поддерживает, конечно, заботится то, и чайок, и, значит, аспирин, и всё это. Ну, такая форма общения с актёрами, обязательное давление по мере, и так далее, это входит в условия сосуществования с ним, это актёры. Он болел тяжелейшей болезнью, об этом никто не знал. Он очень мужественно всё это переносил. Но дело не в этом. Он, конечно, гений, безусловно. Всё, что он сделал, из всего того, что он сделал, есть очень многое, конечно, акценты гениального уровня. Работали мы с ним легко, дружелюбно были друзьями. И задача интересная, чрезвычайно интересная задача. Когда был готов в сценарии, он лежал в больнице в очередном кризисе, в очень плохом состоянии. И мы подумали, смертаться, может быть, дать ему почитать, может, пригодить. И, значит, поговорили с его женой, Аллой. И она сказала, ну, давайте попробуем. Мы привезли сценарий, дали ему. Он стал читать, я не хочу сказать, что он поправился из-за этого, но он как-то структурировался, я бы сказал, к тому моменту. И стал работать. Мы дождались его возвращения из больницы и стали работать. Вот он замечательно играет. Вот эта вся многоликость власти, многоликость власти, которая к тому времени была очень такой демократичной. Не зря, между нами говоря, картина не очень понравилась Михаил Сергеевич Карабачев. Он отдыхал на юге, ему привезли картину. И никаких отзывов, ничего абсолютно. Никаких отзывов, что такое странное. И мы узнали, что как-то вот кисло на это отреагировалось. Конечно, безусловно, потому что картина была, в общем-то, вот эту, ну, многогранность, скажем, многоликость этой власти, которая, в общем, по сути, и остается таковой, какая она есть. Вот, картина знаменательна тем, что это последняя картина, получившая государственную премию СССР. Вот это было, в общем, странно, неожиданно мы закрыли список вот этих самых госпремий. Уже было время, когда не знали, кто должен вручать. Уже не было тех, кто вот это в комитете. Не знали, кто должен вручать. И вручили, значит, писателю Карпову вручить нам уже на территории Союза кинематографистов премию. Тогда был полный провал в финансовом смысле. И нам денег хватило на то, чтобы, значит, собрать группу и пропить всю государственную премию в ресторане Дубкино. Наступали новые времена. Пожалуйста.